Всем доброе утро, всем привет! А пока что еду на работу, решила записать вам видео. Хотела бы анонсировать, что будет на ближайшие 1-2 недели на ютубе. Но, во-первых, у нас в субботу, завтра, по-моему, уже эфир, прямой эфир в 11 дня он будет. Потому что время у меня будет завтра ограничено. Как 5 часов, наверное, не получится. Эфир будет про как вести блог. У меня уже очень давно возникла эта мысль, снять такое вообще видео я хотела еще в ноябре. Так как сезон продаж я не стала. Пока что я еще, у меня свежа память, у меня ютуба буквально 5 месяцев, по-моему, что-то такое. Я посмотрю точно. Я хотела рассказать, с какими я страхами столкнулась. У меня иногда спрашивают, какую оборудование нужно купить. Как вот, ну, что начать, как начать. Возможно, я как-то смогу вас замотивировать. Потому что я рада, что я забыла ютуб, мне нравится. Именно ютуб я буду, ну, в частности, говорить, скорее всего, про ютуб, а не про остальные площадки. Поэтому будет эфир вот в субботу в 11 дня. Пожалуйста, приходите, в записи будет. Но приятно, когда все-таки мы с вами общаемся. Эфир будет болталка, мы будем общаться. Это не заготовленное видео. Вот как сейчас мы с вами будем просто разговаривать. Еще вы мне отвечать будете. Эфир у меня в таком формате проходит, не монологом. Не презентация, не монолог. Еще такой момент. Я спросила у себя в ютубе, провела опрос, что вы больше всего смотрите. И большинство написало маркетплейсы. Там, не помню процентов, условно 50. Процентов 40 написало, что все. Ну, что вот я просто интересна, у меня все интересно, смотрят все. И там процентов 7-10 написали, что именно сама не смотрят. Поэтому вот на этой неделе я больше снимала творческие видео. Про фурнитуру я сняла, про шейкеры делала. Про фурнитуру еще видео уже снято. Оно на следующей неделе еще одно будет. Про подвески. А на следующей неделе я буду снимать и видео про маркетплейсы. Это именно, хотя у меня уже, казалось бы, я уже все сняла. Как мне кажется, очень подробные и большие видео. Но вопросы поступают, продолжают поступать. Точнее, если у вас есть какие-то темы, какие-то вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я ответила, можете под этим видео написать. Это будет короткое видео, я сейчас доеду до работы и все. Можете написать под этим видео. Ой, машина соскрипела, колодки, скрипят или что-то. Вот. И, соответственно, что? Ваши вопросы свои пишите. Я еще отдельно сниму, наверное, несколько видео. Либо я нарежу из этого, из прямых эфиров. То есть у меня большие эфиры и не все их могут физически посмотреть. Я это понимаю. А мы там очень часто разговариваем про маркетплейсы. Ой, я извиняюсь за свист. Это вот у меня что-то в машине свистит. По-моему, колодка или еще что-то. Вот. Получается, я либо нарежу видео с ответами, либо я сниму заново ответы. Это будут короткие. Наверное, их будет несколько коротких видео. Я думаю, просто вам так будет удобнее смотреть. Ну, мне так кажется. Понимаю, что не все смотрят прямые эфиры. Что еще? У меня в планах, не знаю, насколько я успею, я уже говорила, написать инструкцию по Озон. Именно техническую инструкцию по личному кабинету. Не то, как продавать и заработать миллионы, а техническую. Потому что меня спросят, как зарегистрировать склад. Ну, создательный склад, да. Спрашивают, как, их невозможно, как что? Как карточки заводить у меня спрашивают. Там, рич контент спрашивают. Как второй склад завести. Про статформу. Про статформу, наверное, прям отдельное видео выпущу. Очень, потому что многие на этом, ну, обжигаются, так скажем, да. Надо все-таки знать заранее про статформу. Отдельное видео сниму. Короткое, просто объясню, что это. Ну, и инструкция, наверное, я заключу. То есть, это будет некая техническая такая инструкция. Опять-таки скажу, не как продавать, а техническая. Я ее выложу на Бусти. Ну, еще не решила, кажется, как у Озона. Но будет дешево, будет небольшая цена. Выложу ее на Бусти, чтобы вы могли просто ее посмотреть. Это будет видео. Не документ, а видео я сниму. Возможно, я вот сейчас, я только приехала на работу. Возможно, сейчас сниму. У нас кошмар, конечно. Вот вам не видно. Но у нас зима, соответственно, нас завалило. Я еду уже на полтора часа, но я на почту заезжала. Я не могла выехать с почты. Люди просто на местные встряли. И мы задним ходом начали выезжать на проспект обратно. Это было вообще тяжело, конечно. Вот такой поток, то, что все, ну, куда застрял. Никто не может выехать. А, я сейчас пытаюсь прибарковаться. Я надеюсь, я вылезу потом отсюда. Это что-то с чем-то. Я хочу весну. Нас так сильно завалило. Это вообще, ну, невозможно. Я даже не помню, кстати, когда нас так сильно заваливало снегом. Я вот могу вам... Вот видно, вам машинки стоят. Я надеюсь, видно. Вот стоят машины. Вот стоят. Там даже не берут, не могут выехать люди. Ехать, в общем, невозможно у нас в Татарстане, в набережных тюнах. Хочу весну. Так вот, как всегда, все сумбурно. Кто не знает, привыкайте. Эфиры, болталки сумбурные, вот такие. Что вижу, то и говорю. И, в общем, все, я вам рассказала. Я доехала, я тут уже... Надо было домой мне включить камеру. Что-то я по этим пока пробкам с сугробом изнервничалась, прямо пока говорю, доехала с этими дорогами. Пешком проще. Вот пешком проще, блин, полчаса, зато спокойно на своих двоих доходишь, и все. Вот, что? В общем, подытожу. Если у вас есть вопросы какие-то по маркетплейсам, вы, пожалуйста, напишите вот в этом видео, можете мне написать, можете в Телеграм написать. Часть вопросов я, возможно, завтра на эфире отвечу, но я не знаю по времени. Говорю, я завтра ограничена по времени. И, соответственно, завтра на эфир, пожалуйста, приходите. Видео про маркетплейсы будут на следующей неделе, потому что воскресенье у меня будет выходной, я буду дома с ребенком сидеть. Физически не смогу на работу прийти. Вроде все рассказала из такого. Выложу на YouTube, кому интересно, посмотрите. В Телеграм выкладывать не буду, большое видео, потому что получилось, оно не выйдет. В общем, все, всем отличного дня, пошла я на работу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok